Вайфай Мы редко вообще обращаем внимание на этот девайс. Что провайдер повесил, то и висит годами. А зря. Разница между моделями на сегодняшний день огромная. Давайте посмотрим, на что способен один из топовых образцов. Эдакий «монстр» из мира роутеров. Asus RT-AC3200 Как всегда, начнем с комплекта поставки. В коробке мы нашли Внушительный блок питания, полутораметровый LAN-кабель, инструкцию, диск с софтом, ну и сам роутер Первое впечатление — это самый большой роутер на нашей памяти. Сборки претензий нет. Ничего не болтается, есть много вентиляционных отверстий, а основной материал — добротный пластик. Спереди все индикаторы и кнопки отключения подсветки и Wi-Fi. Сзади — 4 гигабитных порта, USB 2.0, сброс настроек и кнопка питания. Придраться можно разве что к не слишком удачному расположению кнопки VPS. И еще к заглушке на USB 3.1. Она тут попросту лишняя. Но вернемся к самому устройству. Его основе лежит двухъядерный Broadcom BCM4709 и 256 мегабайт памяти. За связь отвечают три радиомодуля, прикрытые огромными радиаторами и оснащенные шестью съемными антеннами. Вместе они позволяют реализовать, внимание, три раздельных сети. Одна на 2,4 ГГц и две по 5 ГГц. Посмотрим, что это дает на практике. На старом 2,4 ГГц диапазоне нам удалось добиться скорости 147 Мбит в секунду. В более реальных домашних условиях с бетонной стеной на пути сигнала скорость чуть снизилась до 116 Мбит. Но гораздо интереснее результаты в 5 ГГц диапазоне. На наших тестах он выдал среднюю скорость в 448 Мбит с периодическими пиками выше 620 Мбит. А вот стены этот диапазон не очень любит. Через преграду пропускная способность падала сразу до 80 Мбит. Впрочем, это особенность самого стандарта, а не роутера. Возиться с диапазонами самостоятельно вам, скорее всего, не придется. Устройство поддерживает функцию Smart Connect, которая следит за загруженностью радиомодуля и автоматически выбирает наиболее мощный и стабильный сигнал. Но зачем нужны такие скорости, когда провайдеры дают не больше 100 Мбит? Ну, во-первых, это утверждение слегка устарело. Некоторые компании уже предлагают гигабитные каналы. Во-вторых, один из LAN-портов можно перевести на WAN и подключить второго провайдера. Это не только повысит скорость, но и даст подстраховку даже на случай магистральных аварий, в случае чего ваш интернет просто заработает чуть медленнее. В-третьих, и это уже для фанатов, огромная производительность дает возможность организовать дома потрясающую по сложности сетку. Два USB-порта позволяют подключить 3G или 4G-модем, вывести в сеть принтер, а также добавить любой внешний накопитель и превратить его в обычный сетевой диск и даже в FTP-сервер. В рамках квартиры можно настроить компьютеры на сохранение фильмов, музыки и фотографий сразу на внешний диск. Доступ к нему будет с любого устройства. И даже более. Добраться до них вы сможете из любой точки мира, причем без аренды прямого IP. Роутер поддерживает DDNS-сервера и Asus AI Cloud, позволяющие в пару кликов открыть доступ к диску через интернет и настроить доступ к папкам. Работа с трафиком и ресурсами организована гибко и просто. Есть родительский контроль, штатная антивирусная защита с обновляемыми базами, а также приоритизация трафика. К примеру, на свой игровой компьютер можно выдать максимум скорости, а на телефоны родственников — самый минимум. Можно резать трафик по приложениям. Например, запускаете вы StarCraft. Роутер это видит и выделяет компьютеру максимальный приоритет. А остальные устройства обслуживает по остаточному принципу. Кого стоит подрезать вручную, легко определить при помощи встроенного анализатора, внимательно следящего, кто и сколько съел интернета. Ну и последний, самый главный тест — пинги в играх. Что на кабеле, что через Wi-Fi, мы получили примерно одинаковые цифры. В War Thunder, к примеру, он колебался в районе 12-13 миллисекунд. Совершенно шикарная цифра для комфортной игры. Для сравнения, в той же сети мы попробовали совсем дешевый 5-гигагерцовый роутер, и пинг сразу возрос до 30-35. В общем, перед нами действительно монстр. Причем и для геймеров, и для умелых техногиков, и для профессионалов-фрилансеров, которым необходим сверхстабильный интернет с двойной перестраховкой. Но и стоит такой роутер прилично. 20 тысяч рублей на февраль этого года. Так что если вам надо только повысить скорость беспроводного соединения, в линейке Asus есть маршрутизаторы попроще — за 7-8 тысяч рублей. Производительность будет ниже, но возможности провайдера они перекроют. А вот если вы хотите создать дома функциональную сеть для нескольких устройств и настроить ее без лишних сложностей, то AC3200 — отличный вариант, к тому же с приличным запасом на будущее. Субтитры создавал DimaTorzok